Здравствуйте, друзья! Мы в нашей творческой мастерской. Здесь творятся волшебные вещи. Сейчас вы в этом убедитесь. Папа, мама, я. Как там дальше? Наша дружная семья. Папа крестный. Вот он, дед Валерий. Вот он, видели? Вот. Это моя племянница Юлия Сергеевна Мельникова. Ее уже многие знают. Привет передает Юлия Сергеевна. Спрашивает, а кто дальше будет с нами дело иметь? Вы или Юля? Я говорю, хорошо бы, Юля. Вот. Значит, ее работа, коротко, вот они, заказывают просеньки, 10, 10, 10, 10, плюс брошюра. Вот. Делается это просто, но с любовью, скажем так, с любовью. Ну, так как мы не сильно габаритные хозяева квартиры, ну, что делать? Кухня наша, мастерская. А вот это вот, мой внук, любимый внук. И, похоже, самый талантливый из моих внуков. Вот. Почему я так считаю? Он только начал разговаривать, и начал разговаривать как взрослый. То есть, в прошлом жизни он был уже непростым человеком. Вот. Очень своеобразный, очень самостоятельный. И тогда я сказал себе, а почему ребенок 8-9 лет не может стать профессионалом? А что здесь особенного-то? Да, Синя? Да. Вот. Дальше что? Дед уже не молод. Когда-то придется сменить. Как сменить? Значит, сад никуда не денется, урожай никуда не денется. Давай показывать, что мы будем старифицировать. Вот, давай. Вот эту банку бери, половину высыпай. Вот. Что здесь написано? 2023 год. Лишня с генами черешни. Еще, 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 еще. А вдруг купят. Еще, 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 еще. А это на второй год останется. Я все жду ужасной зимы, когда не будет урожая. А потом не дождусь и выбрасываю. Так. Наверное, столько. Еще немножко. А вдруг купят. Так. Ну, ладно. Пойдет. Все. Итак, разделили примерно пополам. Следующий этап. Берем банку. Вы не смотрите, что здесь написано. Амур, Артем, Серафим, Бай. Это что было? Это было сборная профсоюза. Вот сюда ставим, вот так вот лучше. Вот. Сборная профсоюза. Здесь было ассорти. Так вот, банка освободилась. Слава Богу, что-то купили. Так, теперь вспоминай, что ты делал. Заполняет дно слегка сырым песком. Покажи песок, сожми в ладони. Я всегда так говорю, сожми. Покажи. Вот это и есть нормально песок, хотя бы визуально. Именно такой. Не более сырее, не более мокрее, не более суша. Вот. Теперь заполню. Так. Разровнять. И вот этой стороной. Вот. Разровняй. Просто разровняй. А заполню с прошлого года. Ты уже умел. Ну все, более-менее. Так. Сильно не надо придавливать. Все. Теперь бери жминьку, засыпай туда. Так. Горст сюда. Нет, ну горст песку. Так. Снова жминьку. Теперь уже косточек. Еще раз. Не смотрите, что здесь написано. Мы не успели отодрать эти самые. Мы сюда засыпаем. Вишню с дедами черешни. 2023 год. Все по-честному. Вот. Следующую жминьку. Для чего они нужны? Сейчас это уже наступило время сертификации вишен. Сегодня у нас какое число? 30 января. Осталось февраль, март, часть апреля, то есть где-то в середине апреля уже это, ну южные, южные регионы уже смогут, ну когда? С начала апреля, то есть через два месяца, допустим, пять дней, десять дней уже высевать. То есть вы, даже не в горшочке, вот видите, они у меня предназначены для экспериментов. Вот они. А именно сразу это, желательно сразу на постоянном високе, в случае, в шкалку, где они будут на расстоянии примерно как, 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 примерно как овощи. Вот. Ну какие овощи? Ну, например, помидоры. Так, не забывай теперь насыпь песку и немножко их палкой придави. Теперь время палки пришло. Ага, давай. Ну, сильно не надо так, ну, чтобы не было воздушных, этих самых, пузырей. Продолжай. Дело в чем? Сейчас он это закончит. На очереди вишня Владимирская. Ну, так как это просто скучный, то, наверное, дальше он будет зарабатывать деньги. Так? Вот. Ты можешь сегодня, знаешь, сколько заработать? 500 рублей. Вот придется постараться. Я приучаю к нормальным деньгам. Вот. И к тому, что это серьезная работа и не такая уже быстрая. Вот. Поэтому это только часть то, что ты сейчас делаешь. И в эти 500 рублей входит 200 рублей, которые я заплачу за первый фильм. Вот. Фильмы, которые мы будем делать с собой за компьютером, каждый фильм тебе будет стоять 300 рублей. Но там придется тебе напрягать мозги. Вот почему 300. 27-минутные фильмы. Всего их должно быть сколько? 10. Посадка семян. Раз. Ну и пошло-поехало. Так. Посмотрели. И даже заскучали. Дальше он будет работать уже без нас. Переходим к его маме. Кочаровательной. Юлечке Юле. Моей любимой. Племяшки. Так. Вот это вот. Ну, походу уже тема-то сертификация. Вот. Да. Потом, Сеня, потом вон, видишь на окошке эти. Это тоже своя работа. Я тебя буду привлечать к экспериментам. Вот. Не знаю это. Сможешь ли ты подписывать. Это долго. Но мы заранее подпишем. Вот. И каждый горшочек будет иметь свое особенное условие. Вот. Но это уже будет серия за номером 2 или 5. Так. Что у нас здесь делается? Итак. Садоводство Тайны плодовых деревьев. Одна книга. Записки Зачарованного Семирского садовода. Вторая книга. Вот. Это очень серьезный заказ. Уже серьезный даже некуда. Я не буду близко показывать. Адрес, телефон не все любят светиться. Вот. Так. Значит что мы договорились? Человек заказывал по 25. Бетгерок положим 30. Не против? Я тоже не против. Черносил Козловского у нас закончился. Мы положим Бетгерку Богатырскую. А чтобы на нас не сердились на эту замену. Вместо 25 положим сколько? Опять 30. Так. Желтая хампту тебе жалко? Нет. Вместо 25 положим 30. Вишня волочная сладкая тебе жалко 30 штук? Нет. И мне нет. Так. Вишня степная вместо 25. 25. 30 положим? Положим. Кстати. А мы ассортицировали? Нет. А, ну все, тогда не опозоримся. Так. Ну, хасанские персики ассортицированы. Так. Минусинские ассортицированы по 20 штук. Дальше королевские еще пока идут сухие. Рыжие сухие, Артем сухие, амор сельсовы сухие. И две книги. И еще вот это самое интересное специально близко покажу. Эту нижнюю часть. Это значит, что черемушки 5 сортов по 10. Есть у нас один из них показываю. Черемушки видели? Черемушки видели? 2003 год. Это особая коллекция, потому что в черемушках у нас чего нет. дикарей. Я называю это сад дублер. В этом саду растут 5 сортов культурных. И ни одного рядом маджурса, ни одного сына маджурса. Даже Амура рядом нет, даже Артема. Только элита. Вот. И так получается, что у меня в каталоге выделены отдельной строчкой сорта из черемушек. из изолированного сада. И сразу говорю, это мой принцип, это моя гордость, то, что я никогда не морочу голову. В черемушках теплее. Изнежились они, нет, беремен по 20 лет. Изнежились они за эти 20 лет, когда там не бывало ниже 30, ну, редко 32, допустим. Вот. Вроде бы когда-то 35 было. это сильно тепло для абрикосов, именно для моих прославленных морзостойких. Вот. Но почему не посадить в Краснодарском крае, там проблемы с абрикосами. Вот. Почему не посадить вдоль этой самой, ну, как сказать, ну, в общем, к климатическому поясе, который относится на Никсон. Ну, давайте так, на вскидку. Смоленская область, Брянская область, все эти, северо-запад там редко бывает 40 градусов. Что, готовы, да? Так, ну, вот, первые 200 рублей заработал, я тебя поздравляю. Так, а ты мне перебил, Сеня. Значит, изолированный сад, возможно, потеря за 20 лет, ну, 1-2 градуса морозостойкости. То есть, я сразу говорю, Наличану, я так шутку говорю, воркутинцам, жителям Колымы, я не рекомендую. Кстати, недавно опять пришел заказ из Якутии, я хватаюсь за голову, я в отчаянии, говорю, что я скажу людям? Ну, что я скажу? Хочу и все. Ну, хорошо, давайте тогда это. Ищите южный склон, ищите, отапливай дом, ищите с другой стороны дома сарай, чтобы тепло, сарай, этот самый, забор, чтобы отбивал тепло. Может быть, и тот мажорец. Ну, вот видите, сколько я успел наговорить. Вот, вы познакомились с моей мастерской, вот, других условий, к сожалению, нет, жизнь, очень скромна. Вот, когда-нибудь разбогатеем, когда книги будут покупать не две штуки за две недели, вот, как эти, вот, отродал бы их пятьсот штук, но страна большая, а садового мне очень мало. Теоретически миллионы, вычитать люди разучились. Че-то так грустно, не хочется, заканчивый разговор. Вот, ну что, Сене, поздравляю, ты мужик, первые двести рублей. А это не все, сейчас займемся этим, то, что на подоконнике. так, ну, помышу рукой, скажу, до свидания, желаю удачи. желаю удачи. Все. Юля, до свидания. И я говорю, до свидания. Вы сегодня молодцы.